Вещество, поэтому одна пачка метана, это уже крупный размер. Ну, у вас одна пачка, у нас одна таблетка. Одна таблетка метана, это может уже быть расценено как распространение. Срок до пяти лет. Еще те, кто живут у границы с Россией, могут просто в Россию заезжать, в Беларуси быстро, и пахнулся, и обратно домой. Ну да, 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 перебежал пару дней назад, перебежал, пахнулся. Там где-то нычку такую сделай себе там под пхом, как партизан. И просто, чтобы было понимание, ссылка на какие-то ресурсы, которые распространяют пиздоболические катаболоиды, даже ссылка эта уже является в Республике Беларусь распространением, вот так. Также я думаю, что и стероиды легализованы, сократить их потребление раз, будет выше качества два, спортсмены профессионально стабильно, спокойно, ну... Алкоголь продается везде и в открытую, но не все же пьют. Привет, друзья, ну вот я уже оказался в Priority Pass. Немножко времени. Тут, кстати, очень нарядно, мне очень нравится. Есть, правда, тут нечего, я вот только чай с лимончиком. Организовался бы и тарелку. А зачем вы думаете, тарелка вам расскажу. Опять же, я летаю, вы видите, да, за неделю, я не знаю, сколько перелетов, за месяц, наверное, штук 15. Тренируюсь я почти каждый день, придерживаюсь правильного питания, вместе с вами трансформируюсь. Что я буду есть сейчас, смотрите, это коробочка от салата. Покажу, тут куриная грудка, я купил курицу-гриль, снял всю шкуру, красное мясо съел после тренировки. И сейчас я буду есть вот белое мясо с салатом, капуста. Тут смесь квашеной капусты и салата из капусты. Вот так все это выглядит. Курочка. Курочка и сладик, ребят. И чай без сахара. У меня с собой сахар-разменитель. Я ношу его с собой, мне кажется, это логично. Таким вот нехитрым способом будет у меня прием пищи. У меня еще, по идее, нормально есть время для тоже перекусить. У нас разница с Питером в 2 часа. Я вылетаю в 5, приземляюсь по питерскому времени в 6. И уже в 7 утра с Дэном Ромбаком, блогером из Белоруссии, мы будем снимать видео. Вот такой режим. И уже только после этого я поеду домой. Как справляться с этим и так далее? Ребят, все очень просто. Все не смертельно, просто не надо ныть. Надо просто ебошить. Если у вас есть поставленная перед вами какая-то не цель, я даже не знаю, кстати, вот есть то, что вы хотите добиться, к этому идите. Ну да, сделайте еще одну капущину. Так, 300. Вот, ребята, уже мы встретились с Денисом. Заказываем еду, потому что сейчас у нас тут 7 утра, и естественно, нужно подкрепиться, чтобы быть очень веселыми, радостными и улыбчивыми. Мы еще не определились, кто кого будет сейчас первым снимать, что я у Дениса буду спрашивать, я уже знаю. А что он не знает? Ретем сейчас покушать нам. Так, ты вроде хотел бургер, но решил что-то полезненькое. Или бургер потом. А, бургер делаю. У меня, как всегда, правильное, но, я надеюсь, вкусное питание, ребят. У меня лосось копченый, он где-то есть, вот эти красненькие полоски, это копченый лосось. Два желтка, три белка и микс из салата. Вот так вот. Но где-то там, я знаю, я съем мороженое. Я очень люблю мороженое. Я всегда хочу мороженое. После сушки. Это самое-самое ответное. Что это ты любишь? Расскажи после сушки. После сушки? Да. Слушай, ну, каждый раз по-разному, но обычно вообще это молочка. Я в обычной жизни молочку вообще практически не ем никогда. Но вот именно после сарев обычно почему-то еду. Молоко, которое я не пью в жизни вообще. Вот шоколадное молоко, там типа чудо. И очень люблю вот газированные напитки. Сразу беру квас или кока-болу. Дай пятюню сейчас. Дай пятюню. Короче, знаешь, что я вчера выяснил? В магазине тоже шел. В Маунтин Дью оказывается теперь ноль сахара. Я не знал, представляешь? В Маунтин Дью ноль сахара. А в сторисах кладу люди такие, вааа, вообще типа огонь. А в спрайке всего 2 грамма сахара на 100 миллилитров. Вот, поэтому молочка сразу. И я же когда-то, помню, после сарев покупал холодную банку газированного кваса. Вывораживал ее в холодильнике пару дней. И брал с собой на саревы. И когда вот выступил сразу. Классика, вы зашибись. А чей огонь? Ну вот смотрите, из режима блога мы резко переключились. Такой формат интервью. Денис записал два ролика, поэтому ссылочка будет внизу в описании. Все это, если вы прям вот вы, те, кто любит бодибилдинг, я думаю, именно вы смотрите, переходите, посмотрите. Вы много вопросов обсудили интересных. А я хочу следить, что интересно мне. Я же сам на самом деле напомню Беларусь. У меня папа жил. Беларусь из Подгомеля. Еще моя фамилия Халецкий. Ты мне как знаешь, Подгомель есть Халич. Поместье огромное, Халич. У меня дворянский род. Дед у меня из Польши. Все время он просто бежал, чтобы там его не... Советская власть не наказала, что он дворянских кровей. Мне интересно про бодибилдинг в Беларуси. И узнать о том, что там планируется, слышал НБС. В Беларуси что-то там с деньгами, в долларах в Беларуси. Что-то там. Это вообще как, что? Это на самом деле очень сложная ситуация, с одной стороны. И в общем-то до конца на данный момент неразрешенная. Я вообще как бы не знаю, как на эту тему разговаривать. Потому что вообще даже не знаю. Вот если говорить правду, то я не знаю, как вот ее озвучивать. Правду? По правду. Как есть. Мы как есть говорим. Да. Мы противные блогеры, правдорубы. Ты понимаешь, это же политика на самом деле большая. Ну давай я расскажу, что я знаю. Есть у нас такая сеть клубов Адреналин. Вот. Достаточно большая. Там надо понимать, что Республика Беларусь это всего там полпитера. Да, или полмосквы. Вот. Сеть клубов Адреналин, которых 15 залов. Причем как бы по всей стране. Вот. И руководители этой сети клубов Олег Шуст. Они там как бы посоветовали с Димой Каявой. Может ты его такого знаешь. Услышал. Да, спортсмен. И вот они как бы решили замутить федерацию. А, федерацию. Да, именно федерацию. Потому что ну как бы ситуация с бодибилдингом в Беларуси с другой стороны, она вообще как бы патовая. Да, то есть как бы российские регионы во многом. Я слышал, что там два или три турнира на всю Беларусь. Да, два турнира. Это в лучшем случае. Это в лучшем случае в сезон. Просто две катки там есть. То есть вся федерация под предводительством гражданина Козленко. Вот. И есть как бы федерация Могилевской области. Да, под предводительством Куцепалова. Вот федерация Могилевской области, хотя я из Минска. Да, то есть чтобы было понятно. Куцепалов единственный человек, который более-менее чем-то занимается в Беларуси. То есть он ей возит команды на региональные российские турниры. Он привозит российских спортсменов в Беларусь. У него как бы изначально вообще был турнир с призовым фондом. Сейчас нет, но как бы турнир достаточно неплохой. Хотя судейство специфическое все отмечают. Да. Федерация бодибилдинга Беларусь, она вообще ничем не занимается. То есть вот вторым номером работает. И то, наверное, заставляет его работать только то, что Могилевская что-то делает. Им обидно. Да, им обидно и им просто приходится. А это значит, что конкуренция это всегда хорошо. Конкуренция в данном случае, наверное, хорошо. И, в общем-то, ситуация очень такая грустная на самом деле. И поэтому, поэтому Олег решил, он как бы бизнесмен в первую очередь. Это нужно тоже понимать. То есть каждый вкладывает свое понимание в этот вопрос. Он в первую очередь бизнесмен. То есть он уже открыл противовес IPF, ВРПФ. Это его теперь федерация, вот, Сарущего, которая в ВРПФ Беларусь. И теперь они хотят как бы открывать. Я буду говорить пока, потому что, ну, скажем так, хотя договоренности определенные были достигнуты во время переговоров, но все пока, скажем так, под вопросом, да, под вопросом. То есть вот эти вот паникерские и ура, патриотические настроения, что федерация уже пришла, у нас уже 10 тысяч, и президент Каява, я бы не стал спешить. Вот я честно скажу, вот, если кто-то из Беларуси смотрит, даже из тех, кто учреждает, мы там как бы более-менее договорились, что я там буду тоже занимать определенную должность, но, понимаешь, была достигнута предварительная договоренность, был определенный план разработан. Но в силу каких причин, я не знаю, да, то есть уже на следующий день, но я, мягко говоря, охуел, да. То есть вот я был удивлен с одной стороны, а с другой стороны я охуел, да, от того, что уже, а они уже пиздец, они уже открыли федерацию. То есть уже Ван Ли, блядь, по всем каналам кричит, я тут вот, ребята, это 100 пудов, да. Уже они призовой фонд какой-то заявляют, уже на Generation Iron уже статьи выходят. Ребята, блядь, все находится еще в сфере предварительного договоренности. То есть никто отмашку не давал. Вера на шею вылезла. Да, ну потому что, ну, я больше вам скажу, ребята, если вы из России меня смотрите. 19-го числа, когда я был на семинаре в Москве, мне звонил Виктор Шамин с вопросом, ну, как бы, а что это такое? Да, то есть, вот, а что это-то вот там вот у вас происходит, блядь? Ну, это я так мягко озвучил то, что он, как бы, у меня спросил. Вот, поэтому вот это мне вообще, как бы, честно говоря, вот непонятно. Я, ну, вот, вот непонятно. Хорошо. В целом, сообщество бодибилдинга Республики Беларусь настроено очень позитивно. Они ждали нового такого? Понимаешь, оно настроено в целом, я думаю, позитивно, потому что, как только я выложил пост о том, что вот Олег Шуст, Каява, я, Виктор Шамин встречались, мне сразу же позвонил судья, ну, когда мы с ним вместе выступали, он сразу мне позвонил один судья по поручению другого судьи ФБФР с вопросами, а как там что, куда, чего и как, да? Ты же никакого цвета покупать. Да. Плюс, как бы, большое количество спортсменов, оно так или иначе готовится на турниры NBC и уже участвовали в прошлом году. Вопрос у меня был, у вас дисквалы, так бы, нет, отменили? Смотрите, все, он говорит, плохо с бодибилдом, а дисквалы-то отменили? Нет, потому что невозможно, если там... На что не намекают? Да, если просто там применять такую технику, то у нас, вот я всегда говорил и в роликах говорил, у нас была альтернативная федерация ВФФ, они применяли дисквалификацию к спортсменам, которые выступали в IFBB. В итоге IFBB до сих пор есть, в ВФФ больше нет. Мы ни на что не намекаем, но опыт, опыт такая вещь, но если люди, они так вставали гвоздь в розетку и в токомбиле, они умирали. Вот тогда федерация умерла, может быть, не надо дисквалифицировать спортсменов? Я думаю, может, ФБР или ФБФР, как оно сейчас называется, правильно, ждет такая же участь, но вообще, как бы, корреляция вот такая есть определенная в этом. Ну, я думаю, ждет куча сокращения возможного количества атлетов, точнее, бюджетов и тем самым отпадания регионов немало атлетов, потому что крупные города еще выстоят и выдержат, да. Ну, чемпионат России, знаете, не 400 человек, а 500, а регионы там в Федерации не 74, а 40, вот. И причем возможность того, что там появится НБС в этих регионах, мала, потому что там просто вообще нет, да, на пустом месте не может выразиться на асфальте ничего, и получается, мы просто получим падение в целом бодибилдинге, а мы этого всего не хотим. Ну, мы не хотим, а там, может, кто-то и хочет. Может, это происки какой-нибудь, не знаю, Макдональдса? Наверное, наверное. Ну, в Америке, вот, знаешь же, есть такие залы, где по выходным специально для клиентов там устраивают вечеринки с Кока-Колой, шизбургерами, гамбургерами, ну, вот такими донатсами, да, то есть ты пришел в зале, неделю потренировался, причем это все бесплатно. Потом приходишь на выходной, и там вот, пожалуйста, бери там колу, да, там вот, пожалуйста, донатсы там тебе лежат, это вот Жорж Лукашевский рассказывал, говорит, вот покушал и опять в зал, да. Можно кушать на дорожке прямо. Да. Скажи, пожалуйста, есть, ну, мысли есть всегда, а вот вопрос такой вот, есть ли план выйти в сцену? Слушай, у меня планы, я вообще начинал подготовку к этому сезону, но дело в том, что у нас в Беларуси вышел закон, который регламентирует продажу сильнодействующих веществ, вот, и в отличие, чтобы было понимание от российского рынка, у вас есть минимальные дозировки, да, которые там административная ответственность или вообще... Сейчас сразу ребят не всем знает, но у нас не выделяют рутинное вещество, поэтому одна пачка метана, это уже крупный размер. Ну, у вас одна пачка, у нас одна таблетка. Все хорошо. То есть у нас за одну таблетку объективно, да, то есть никаких нету вообще минимальных ставок, то есть если рассматривать в законодательной базе, да. Я видел постановление. Да, то есть одна таблетка метана, это может уже быть расценено как распространение, срок до 5 лет. Нет, ребят, у нас помягче, у нас даже ты можешь нести с собой, докажешь, что это твое, они не докажут, что это для сбыта, то в принципе тебе ничего не предъявят. Ну, так что вот, здесь новым законом в Беларуси Денис открывает федерацию натурального бодибилдинга и бодибилдинга на сармах. Когда сармах не запретили, сразу же пришел запрос от ваших ребят, типа, что там у вас там в России, до этого все было очень ненужное, это такая популярная какая-то штука новая сармой, что там, такие, во-первых, работают, да, работают, а отлично есть. Вот, и поэтому единственный вариант, грубо говоря, готовиться, чтобы не навлекать на себя гнев, так сказать, органов различного рода, да, то есть это объективно, это переезд либо в Питер, либо в Москву. Еще те, кто живут у границы с Россией, могут просто в Россию заезжать, в Беларуси быстро, и пахнулся, и обратно домой. Ну, да, 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 перебежал пару дней назад, перебежал, пахнулся, и там где-то нычку такую сделай себе там под пхом, как партизан, да, то есть это под сосудом. А в Беларуси партизаны-то знатные? Да. Как вовремя Второй мировой войны? Поэтому вот только так, только так, потому что, ну, ситуация такая патовая, и никто не хочет получать, скажем так, срок, все закрываются. И просто, чтобы было понимание, ссылка на какие-то вот ресурсы, которые распространяют пиздополические катабалоиды, даже ссылка эта уже является в Республике Беларусь распространением. Вот так, вот так. Не склонение к применению, прямо распространение. Это распространение, да, причем это как бы информация из достоверных источников, которые, из очень достоверных источников. Это очень жестко, на мой взгляд. Я тугую историю расскажу, как камера подогревается. Правительство России обратилось к правительству Казахстана с требованием приравновения Головного кодекса, как в Беларуси. Беларусь пошла навстречу, а правительство Казахстана передало это в Министерство здравоохранения. Ребята там проверили, сказали, что такого существенного вреда здоровью и опасности для жизни катабалоиды не несут. Сказали, что вы уж простите, но мы не можем запретить то, что как бы не особо-то и опасно. А еще и люди не потребляют повально, и это только круга. Поэтому мы против законного, так скажем, экономической деятельности, но запретить препараты мы этим не можем. Вот так вот поступило и такое мнение высказало правительство и Министерство здравоохранения страны. Видимо, там что-то в головах-то присутствует. Ну, я думаю, может быть, меньше экономическая зависимость от России у Казахстана, чем у Беларуси. Позвало, что там сядут, какие-то давай-ка, да? Да, все это политика, я думаю, политика вообще. Ну, это никому не мешает реально. Конечно, я за то, чтобы это было полностью легализовано. Я вообще залеголайся в целом. Я там не употребляю, мне не нужно, но я залеголайся. Я считаю, что сократить резко употребление вообще всего. Также я думаю, что и стероиды легализованы. Сократить их потребление раз, будет выше качества два. Спортсмены профессионально стабильны, спокойны. Мне кажется, что планета и общество в любом случае стремится к гомеостазу в той или иной. Мы же вот видим даже там страны, где... Ну, хорошо, давай даже по нашему, по простому. Алкоголь продается везде и в открытую. Но не все же пьют. Не все. Ну, сигареты продаются везде и в открытую. Но не все же курят. То есть есть люди, которые курят. Есть люди, которые не курят. А я курю мысли продолжу. Я слышал кучу историй, где один кианой чувак нанес 27 ножевых ложкой другу своему, когда они бухали. И я не слышал ни одной истории, где накуренный чел другого чела сделал. Он мог съесть все печеньки у него на кухне. Это самая большая опасность. Да, накуренный. Так даже вот смотри, какое лицемерие. То есть сигареты, которые типа причиняют вред здоровью, за которых никто никого не убил. Ну, только если он был, мы должны закулить. Их закрывают, и их нельзя поставить на витрину, потому что это типа наносит вред здоровью. Водка, от которых, ну, условно, там, минимум, я думаю, что 25% всех преступлений происходящих. И аварий. И там вот она в открытую. И, пожалуйста, приходи, бери, и не стесняйся, убирай. Вот так вот мы ушли в поддержку. То же самое, да. И вот ты не дурак. Я тоже не сильный дурак. Нам тоже даже быть не сильный дураки. Почему так происходит? Почему так происходит, в смысле сверху? Да. Нет, там, понимаешь, совсем другие, я думаю, преференции и интересы. Да, то есть люди, которые зарабатывают деньги, они немножко по-другому мыслят. Вот не деньги, а очень большие. Очень большие деньги, да. А уже на определенном уровне... Не зарабатывают не деньги, как раз, кем мы, а не зарабатывают деньги. Да, на каком-то определенном уровне, я даже знаю, там общался с такими людьми, которые говорят, мне деньги не интересны, мне надо власть. Понимаешь, а знаешь, нагнуть всю страну, это же такое проявление власти. Вот. Я просто не думаю, что там как бы сидят глупые люди. Я смотрю на Думу. Правительство, это те люди, которые должны думать в первую очередь о людях. Обслуживать. Да. Персонал, как дворник. Да. Дворник, по сути, это часть правительства. Да. А по большому счету у нас получается, что правительство, это те люди, которые думают только о себе, и как бы вот кому-нибудь что-нибудь бы там вот запретить. Ну да, не сделать лучше. Да. А знаешь, что мы пожелаем всем ребятам? Начинать с себя, мне кажется, нужно во всем. Был, между прочим, когда пришел Горбачев к власти, когда помню, что началась перестройка, был потрясающий лозунг, который, я думаю, просто никто нахуй не понял. Он звучал так, перестройку начни с себя. Справедливо. Понимаешь? И я когда со временем стал увлекаться психологией, я просто это на каждом плакате когда-то было, и у меня вот на подкорке там детская отложилась. Осознал. Да. И я, вот, золотые же слова, золотые же слова, начни меняться сам, и мир вокруг тебя изменится. Перестройку начни с себя. Но у нас почему-то все хотят перестроить всех, забывая о себе. И во многом, этот пози-билдинг, он чем-то влияет. Когда начинают один человек в офисе заниматься, ходить на фитнес, ходить контейнеры, я прям знаю кучу историй, что по офису начинают брать с собой курочку, салаты, первым получать сложность, что-то дурацит, сидеть в Макдаке, ну, и вот это вот начинают с себя и прививают окружающим. Сам не намусорил, у меня вот ребенок, она еще не может фантик накинуть, она будет с ним идти, пока ему столько не веет. Ну, на крайний случай она мне его в руку запихает, она уже не понимает, что можно мусорить. И вот каждый, да, давайте, мы с девизом Дениса, чудесным, перестройка начни с себя. Потому что, знаете, я был не так давно в Беларуси, и там такое, там еще как раз-таки еще к Советскому Союзу гораздо ближе. Я думаю, летом минус 15 от России все происходит, поэтому плакаты наряду еще остались. Плакаты, ну, похоже, это Беларусь страна для народа. Ты знаешь, я вот ездил по миру, да, там в Германии был, в Турции, в Испании, ну, много стран посетил. Нигде не видел, там, например, Испания для народа, или там, Германия для народа. У нас все, в Беларуси я тебя люблю, там, на каждой второй заезжаешь, значит, Беларусь для народа, и так, да. Беларусь для народа? Да, в целом, да. Мне кажется, была бы там нефть, было бы там вообще с Королем, он бы купил себе белую шапку с Золомом. Что-то типа того, я думаю, но, в принципе, я просто... Там есть нефть, говорят, есть нефть, надо под кроватью стоять в ведре там. Какие пожелания? Пожелания для наших подписчиков. Ну, мы же с тобой решили, что перестройку нужно в первую очередь найти. Наверное, надо быть добрее. Вот я все-таки думаю, да, то есть, как бы, доброта, не красота красотой, а доброта должна спасти мир. А добро должно быть гулаками? Добро, я думаю, блядь, сложный вопрос. Вот, ну, быть добрее, окей. Сложный вопрос, но... Когда-то у группы Чаев была такая песня, я не Христос, подставляющий щеку, когда дело доходит до драки. Вот, поэтому, видимо, логичнее, что добро все-таки должно быть с кулаками. Но и опять же, патриотизм или там вот любовь к спорту, да, мне нравится такая точка зрения. Я указываю на недостатки не потому, что я хочу, чтобы, вот, не доблю, да, а я хочу, да, показать, что вот есть эти недостатки, с которыми можно работать и нужно исправлять, да. То есть, вот в этом патриотизм, вот в этом преданность, вот в этом любовь к спорту, там, и, условно говоря, к своему делу. Вот, в первую очередь. Ну, и, как бы, вот в этом контексте, вот оно добро и получается, что вроде как с кулаками, да. Все верно. Вот, поэтому я хочу вам пожелать добра в первую очередь. Ну, и, как говорил Николай Николаевич Семеновский, бисмарт, да, то есть, ну, надо думать головой чуть-чуть, прежде чем совершать какие-то действия, вот, это касается, ну, я думаю, вообще, что всех, да, то есть, думаешь, что говоришь, когда говоришь, что думаешь, потому что вместе с умными головами, вот, обычно, и другие части тела иногда отрезают, да, вот. Поэтому, ну, и, конечно же, всем мир хочу я пожелать. Друзья, ссылочки в описании, на канал Дениса нужно подписаться, чтобы начать перестройку себя, даже когда есть верные, добрые люди, которые в этом помогут, направят на путь, и к тебе его подскажут, или свой пример покажут. Всем пока. Всем мир. Ну вот, ребята, отправились на дальнейшие съемки. На канале у Дениса будет много роликов из Санкт-Петербурга, он, по-моему, пообщался с огромным количеством наших спортсменов. Встречались мы здесь, на улице Марата, в самом центре, вот, буквально, немножко, пойдя вперед, можно попасть на Невский проспект. Вы видите, Питер в его очень классических красках, именно так он выглядит. Блин, перделка едет сзади. Хотя уже не самое раннее утро, 9 часов, Марата пустая. Что ж, друзья, попрошу вас, как обычно, оставить ваши комментарии, потому что они очень важны для развития канала. Конечно, лайк и репосту, отдельная благодарность. Все ссылочки в описании, всем пока, друзья. Я хочу посоветовать одно место. Это планетарий номер один. Я вот прилетел, и мы с Ирианом сразу пошли в планетарий. Я там не снимал, темновато, да и, ну, малышка была на руках постоянно. Иду за машиной. Если вы живете в Питере, если вы гость Питера, и у вас много времени в этом городе, то обязательно сходите в планетарий номер один. Потрясающее место, новое, самый большой планетарий в Европе, насколько мне известно. Находится на набережной, очень близко к центру. В принципе, можно запарковаться. Когда нет места на набережной, тут все забито сейчас. Можно встать у салона BMW. Потому что от салона BMW должен быть хоть какой-то толк. Вот. Поэтому, надеюсь, там машина стоит до сих пор. Никого не расстроила, что я там запарковал. Недавно, когда сотрудник мой, я машину всегда оставляю своим сотрудникам покататься, он остался у салона Mercedes. Зашел посмотреть автомобили. Он говорит, было так кайфово. Я выхожу, говорит, а менеджеры Mercedes стоят на улице. Возле тачки рассматривают, обсуждают. Позадавали ему вопрос. Он говорит, ну, было прикольно. Вот такие дела. Потрясающий рейнджик. Очень мне нравится рейнджеровер. Знаете, у меня он был. И просто я хотел новых ощущений. Я хотел новых ощущений. Время идет. Возраст идет. Хотелось новых эмоций. Но машина, поверьте, кому нравится рейндж, я очень рекомендую. У меня к нему не было никаких вопросов. У меня их было два. Порекомендую, если есть возможность, брать, конечно, 4.4 дизельный двигатель. Он феноменальный. Он просто, ну, одно удовольствие. Ну, и машина моя нынешняя. Я отдельно сниму вам, расскажу про нее. Постараюсь, может, позвать хорошего оператора, а не такого рукожопа, как я. Полноценно вас познакомить. Своей новой, новым транспортным средством. Которое мне очень нравится. Ну, все, друзья. Я думаю, на этом можно с вами с ним прощаться. Все. Такие вот, видите, все культурные пропускают. Здорово. И улыбаются больше, чем в Перми. А я думал, у нас едут. Такие унылые. Пока-пока.